Друзья, всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Расскажу вам про всем известное растение, как крапива. Сейчас декабрь месяц, 6 число. Собирать крапиву лучше, конечно, весной. Не сильно большую, вот это как бы самый оптимальный вот такой вариант. Вот такие вот молоденькие листочки, очень богаты витаминами, микроэлементы для здоровья ваших аквариумных обитателей. Способствующие росту, окраске. Что хотел вот рассказать. Я просто летом не успел заготовить крапиву. И вырастил ее в цветочном горшке. Но я уже не раз ее, конечно, отсюда срезал, кормил рыбок своих. Рыбки были довольны. Не только рыбки, но и улитки также поедают, моллюски, раки, креветочки. Я еще хотел сказать. Не успел я крапиву собрать весной. Я взял весной, ой, весной, извиняюсь, осенью. Уже выпал снег. Примерно место знал, где растет крапива. Накопал корешков, отрезал всю старую крапиву, накопал корешков и посадил в простой цветочный горшок. Крапива у меня прижилась. Поливал. И теперь кормлю своих аквариумных обитателей. Хочу что сказать. Вот крапива. Вот такого вот, ну сантиметров она, наверное, 25. Разные, конечно, листочки. Самая хорошая. Ни в коем случае крапиву не рекомендуется собирать, когда у нее уже, когда она уже большая. И у нее появляются такие семена. Наверху появляются семена. Листья становятся больше. Чем больше лист, он жестче. То есть его надо не только вот кипятить. А уже надо его варить минут 10-15. Ну вот у меня такая крапива. Очень, конечно, ждется молоденькая крапива. Сейчас я приготовил вот такую вот кружечку, такую железную. Так как крапива у меня молодая, я просто оборву и запарю кипятком. Запарю кипятком, накрою крышечкой. Все это дело у меня постоит, остынет. Промывать ничего не надо. Крапиву я тоже мыть не буду, потому что я каждый день опрыскиваю тепличку и заодно опрыскиваю свою крапивку вот эту. Так что она чистенькая. Пыли даже на ней никакой нету. Ну, приступим. Полностью, конечно, мы не будем ее. Вот так вот только листики. С новых, с новых побегов, с новых побегов, тут много новых побегов. Также она подрастет. Также мы будем ее поливать. Вот такой вот корень вырос уже у меня. Подрастет, опять покормили. Подрастет, опять покормили. Все надо заготавливать вовремя. Ну, вот крапиву я в стаканчик склав. Повторяю, можно ее вот эту свеженькую, молоденькую не кипятить. Просто залить кипяченую водой. Кипятком обшпарить ее. Я вот залил крапиву. Сейчас она постоит. Минут 15. Остынет. Я ее вытащу. Она остынет. И уже можно будет кормить своих обитателей. Всем спасибо.